Слава Украине! Приветствуем от Павлонского по обстановке в Белгородской и Курской народных республиках. Ночь была более-менее тихой, без боев, но с утра, где-то после 7 утра, возобновились бои. Вооруженная российская оппозиция, именно ее я называю оппозиция, а не вот этих вот шариками, мутюльками и фитюльками, которые на выборы ходят. Вооруженная российская, настоящая российская оппозиция возобновила обстрелы российско-фашистских войск на территории Белгородской и Курской народной республики. Как отрабатывает минометный расчет легиона, например, вы можете посмотреть в описании к данному ролику. Ссылочка снизу, значит, смотрите, пожалуйста, кайфуйте. Что же касается ночного времени, значит, порядка 7 тысяч человек после призыва РДК легиона и Сибирского батальона эвакуировались из Белгородской народной республики в более дальние регионы Российской Федерации. Также несколько сот человек эвакуировались из Курской народной республики в район Теткино. То есть эвакуация, ну, сейчас она уже не проходит. После 7 утра, что Легион, что РДК заявили, что, пожалуйста, те, кто не успел эвакуироваться или не захотел по каким-то причинам, все, сидите теперь в подвалах и не высовывайтесь на улицу. В Белгороде уже несколько раз была воздушная тревога, оно и понятно. Что-то летит, ну, не что-то, а ПВО российское, которое уничтожает собственные города. Надо сказать, что сегодня российское ПВО отличилось в очередной раз, попав в торговый центр в Белгороде. Прямое попадание там, как обычно, разнесло все. Да, интересная еще очень такая была ситуация с газелькой на улице, если я не ошибаюсь, Есенина. Значит, там ФСБ подложило газель, наполненную, по всей видимости, ну, не полностью наполненную, но так капитально было там, динамита. И потом имитировали взрыв ракеты ГРАД. То есть они просто подорвали эту газельку и, собственно, ну, да, видео вы можете посмотреть, опять-таки, на нашем телеграм-канале. Эта газелька взорвалась, напугав скрипозавров вокруг, проживающих в окрестных домах. Все как всегда, ребята. Короче говоря, ситуация следующая. Белгородская и Курская народные республики возобновились в бои. Кто успел эвакуироваться, правильно, там, значит, есть такой городок Борисовка, называется, там вообще все заполнено беженцами из этих регионов. Кто не успел, в настоящий момент сидит уже в подвалах и ожидает освобождения от российско-фашистской нечисти уже у себя дома. Что же касается РДК, легиона, сибирского батальона и прочих военизированных формирований российской оппозиции, они в настоящий момент уже открыли плотный огонь по расистам. Бои продолжаются по всей линии боестолкновения от Теткина и туда дальше до конца Белгородской народной республики, собственно говоря. Не до конца республики, а до конца границы, да? Хотя кто знает. Да, иди там разберись. Вот, в любом случае, бои продолжаются там, воздушная тревога в Белгороде звучит беспрерывно, такой, знаете, замечательный антураж к выборам, избирательные участки пустые, город пустой, как вымер, ну, все как всегда. Но, знаете, меня одно интересует, а сколько процентов явки покажут путинцы на избирательных участках в Белгороде? 99% или все-таки 126?